Дизайнеров часто упрекают в том, что они создают коллекции, не подходящие для повседневной жизни. Организаторы фестиваля «Текстильная столица» постарались доказать зрителям, что модная одежда может быть не только на подиуме. Одна из главных целей фестиваля – установить прочный контакт между потенциальными работодателями и молодыми дизайнерами. Цель эта, уверяют организаторы средства, оправдала. Модельеры показали свои работы не только гостям фестиваля, но и представителям текстильной индустрии региона. Лучших дизайнеров наградили стажировками в крупных компаниях отрасли. Для них это особенно важно, ведь многие делают первые шаги на этой стезе. Коллекции Дарьи и Ксении выделяются не только большим количеством костюмов, в ней их 30, но и глубоким интеллектуальным содержанием. Принты для толстовок нарисовали дети из клуба инвалидов «Грани». Девушек наградили специальным дипломом за развитие темы этической моды. Это одежда, не только в которой удобно ходить, а еще одежда, над которой нужно подумать. То есть есть выбор, либо купить просто красивую одежду, либо купить одежду со смыслом. Вот, это тот выбор, который должен делать каждый, наверное, покупатель. Страстное в истинно русском стиле платье в пол зрители увидели в коллекции «Ивановская цветаева» дизайнера Юлии Михальчук. Вдохновлялась девушка стихотворными образами русской поэтессы Серебряного века. Это уже не первая ее коллекция. Благодаря фестивалю она нашла покупателей для своих работ. В массовое производство, учитывая специфику одежды, запустить коллекцию, конечно, не удастся. Моя коллекция называется «Ивановская цветаева». Она состоит из ивановских ситцев и перекрыта, наверное, темными тканями, что создает такую драматичность и интересность. Это больше к вечернему предапорте и относится для каких-то либо вечерних нарядов или какого-то спектакля, или еще что-то, да, для выхода какого-то. Помимо демонстрационной части, текстильная столица предложила молодым дизайнерам еще и образовательную программу. Представители индустрии моды рассказали о современных тенденциях в отрасли. Этот фестиваль следует рассматривать скорее как отличный проект для начинающих специалистов, площадку для обмена опытом и знакомства с бизнесменами-текстильщиками. Через несколько дней в регионе стартует другой текстильный фестиваль «Льняная палитра». Там гости увидят коллекции более высокого, профессионального уровня. Для молодого поколения это не только крупное событие года, но и место, где можно познакомиться с корифеями отечественной моды. «Льняная палитра» — это фестиваль уже с большим опытом, с большим авторитетом. И мы, конечно, никак не стремились быть близкими хотя бы к ним. Мы старались сделать совершенно иной проект, молодежный. Все-таки «Льняная палитра» — это проект для профессионалов, это индустрия у нас, проект только для молодежи. Превратится ли текстильная столица в ежегодное и знаковое для города и области мероприятие, организаторы пока не загадывают. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.